Для вас это самое важное финансовое решение. Ведь мы всегда сталкиваемся с выбором «мечтать и копить деньги» или «взять деньги на мечту в кредит». Хватит жить в размышлениях, ведь сегодня я расскажу, как разобраться в этой ситуации и принять правильное решение. Вы на канале «Заметки миллионера». Сделайте правильный выбор прямо сейчас и нажмите на кнопку «подписаться». Вопрос о том, что лучше, накопить или взять кредит, остается актуальным во все времена. Казалось бы, все просто. Лучше копить, чем переплачивать проценты. Однако цены растут чуть ли не ежедневно. Размер инфляции опережает ставки банковских депозитов. Так что о приумножении капитала путем открытия счета в банке и речи идти не может. В этих условиях большинство предпочитает взять заем и приобрести нужную вещь или получить услугу сразу, чем сохранять деньги и терпеть их обесценивание. Микрозайм. Если деньги нужны срочно. Люди берут микрозаймы главным образом на срочные цели. Например, приобрести новую стиральную машину взамен сломавшейся или оплатить ее ремонт. Обычно к микрозаймам прибегают, если в наличии свободных денег нет. Но что предпочесть? Микрозайм или накопление, если необходимо приобрести не очень срочную вещь, например, новый музыкальный центр. Бодушефер советует умерять свои желания, так как получить микрозайм очень просто, особенно на небольшую сумму. И при хорошей кредитной истории размер переплаты будет весьма существенен. К тому же отдавать такой мини-кредит придется очень быстро, буквально через 1-2 месяца. Если речь идет о несрочной и не очень дорогой покупке в пределах 15-20 тысяч рублей, то лучше накопить. Откладывая по 3-4 тысячи регулярно, за полгода можно накопить и на отпуск, и на бытовую технику, и даже на небольшой косметический ремонт. Если же вам денег не хватает регулярно, и поэтому приходится прибегать к микрозаймам, например, вы получаете зарплату в начале месяца, и в конце месяца у вас уже нет средств для погашения квартплаты, то лучше оформить себе кредитную карту с достаточным льготным периодом. Тогда вы не будете переплачивать проценты, и вам не придется каждый раз обращаться в микрофинансовую организацию за деньгами. Вывод такой. Если сумма покупки небольшая, то лучше накопить, а не использовать микрокредит. Микрозайм эффективен для срочных приобретений, без которых нормальная жизнедеятельность невозможна. Грубо говоря, если у вас нет другого выбора, где взять денежные средства, то только в этом случае берите займ до зарплаты. Пишите в комментариях о своем отношении к микрозаймам, ведь на сегодняшний день они стали очень популярны на территории СНГ. Мне было бы интересно узнать мнение моих подписчиков по этому поводу. Автокредит. Машина в день обращения. Стоимость автомобилей, особенно брендовых, заграничных, нередко приближается к цене небольшой квартиры. Если выбирать хорошую отечественную машину в достаточной комплектации, то в любом случае придется выложить не менее 400-500 тысяч рублей. Накопить такую сумму достаточно проблематично. Даже если откладывать регулярно по 10 тысяч рублей, то приобрести автомобиль получится только через 40 месяцев. А это 3 года и 4 месяца. Учитывая уровень инфляции минимум в 10% в год, транспорт за это время подорожает порядка на 20-30%. Так, машина стоимостью 400 тысяч рублей будет стоить около 500 тысяч рублей. А это уже 50 месяцев накоплений. То есть 4 года и 1 месяц. На 8 месяцев больше. Если речь идет об иномарке, то она может подорожать еще сильнее за счет курсовой разницы. Поэтому откладывать на покупку автомобиля стоит только при достаточно большом доходе, когда вы можете накопить на нужную марку меньше, чем за один год. В остальных случаях лучше взять автокредит, благо есть возможность сделать это дешевле. Например, участвуя в программе автокредита с господдержкой или приобретая конфискованные автомобили. Возможно, оформив лизинг или же путем приобретения поддержанных автомобилей в автосалоне по специальной программе. Автокредит также актуален, если вам нужен автомобиль для заработка. Например, вы таксист или курьер. В таком случае будущая прибыль от приобретения транспорта намного превысит ваши расходы за обслуживание займа. Но копить деньги для покупки авто придется в любом случае для оплаты первоначального взноса. Обычно он составляет не менее 15%. Так, при оформлении в кредит машины стоимостью 400 тысяч рублей придется выложить первоначально не менее 60 тысяч рублей. И если откладывать ежемесячно по 10 тысяч рублей, то стать владельцем транспорта вы сможете только через полгода. Вывод. Если стоимость автомобиля велика, то лучше взять кредит по специальной программе. Если доход позволяет, то выгоднее накопить, так как не придется переплачивать за страховку. В любом случае придется откладывать деньги на первоначальный взнос. Потребительский кредит на любые нужды. Обычный потребительский кредит предполагает получение средств на самые разные нужды. Ремонт в квартире, отпуск, приобретение техники, лечение, оплата обучения и так далее. Что лучше, взять обычный кредит или накопить нужную сумму? Здесь нужно исходить из каждой индивидуальной ситуации. Кредит однозначно стоит предпочесть в том случае, если средства нужны срочно. На лечение, на оплату обучения, на завершение строительства дома или на покупку дорогостоящей техники для дома взамен сломавшейся. В других случаях стоит исходить из ваших финансовых возможностей. Бодо Шефер советует придерживаться такого правила. Если вы в течение года сможете накопить нужную сумму, то кредит лучше не брать. За год стоимость покупки изменится несущественно, поэтому вы не переплатите за инфляцию. А вот если оформите кредит, то его придется погашать значительно дольше – от 1 до 3 лет. При этом минимальный размер переплаты составит 20-24% годовых. Поэтому на отпуск или косметический ремонт лучше накопить самостоятельно, а не брать кредит. Оформлять заем имеет смысл, если стоимость вещи или услуги составляет значительную сумму, и вы не можете себе позволить накопить на нее в течение года. В таком случае выгоднее взять кредит в банке, так как накопления превратятся в погоню за инфляцией, и вам постоянно будет не хватать на покупку. Кроме того, если приобретение улучшит ваше качество жизни или позволит зарабатывать деньги, то лучше не копить на него, а сразу оформить кредит. Например, это может быть компьютер, с помощью которого вы планируете зарабатывать в интернете, или прицеп для автомобиля, на котором вы будете осуществлять грузоперевозки. Вывод. Потребительский кредит стоит оформлять, если необходима срочная покупка, не терпящая отлагальств, либо если приобретение позволит качественно улучшить вашу жизнь. Кроме того, заем остается единственным средством, если ваш уровень дохода не позволяет накопить на покупку в течение года. В остальных случаях лучше аккумулировать средства на банковском счете. Малый бизнес. Сложности с получением кредита. Вы хотите выбрать предпринимательскую стезю, но не знаете, откуда брать деньги? У вас есть только два варианта. Накопить необходимую сумму или воспользоваться специальным банковским кредитом для бизнесменов. Что лучше? Это зависит от многих параметров. Первый – масштаб вашего бизнеса. Если планируется приобретение помещения, специального оборудования, наем большого количества персонала, то без кредита явно не обойтись. Если же вам необходимо оборудовать только свое рабочее место, то средства для запуска точки вполне можно накопить самостоятельно. Второе – желаемое время старта. Если вы хотите запустить свой бизнес быстрее, то придется оформлять кредит, так как копить долго. Третье – оцениваемая прибыль. Если ваш планируемый доход не будет перекрывать расходы и проценты по кредиту, то брать заем бессмысленно. В банке достаточно придирчиво относятся к начинающим предпринимателям и редко дают объемные кредиты при старте проекта. Чаще всего выделяют деньги уже действующему бизнесу. Вывод. Вопрос о том, брать кредит или копить, зависит от вашего бизнес-плана. Для начала может хватить и собственных средств, но в большинстве случаев без займа все же не обойтись, особенно если планируется серьезный проект. Большая часть предпринимателей зачастую используют кредитные средства, так как это действительно выгодно, если смотреть в перспективе на будущее. Мне хотелось бы напомнить, что если информация в ролике была для вас полезной, то не забывайте оценивать его своим лайком, а также вы можете делиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Конечно же, дать окончательный ответ в вопросе «накопить» или «брать в кредит» будет сложно. Этот выбор придется сделать вам самим, но при этом, используя советы Бодда Шефера, я уверен, определиться будет гораздо проще. Так что если вам вдруг что-то было непонятно, не постесняйтесь пересмотреть это видео еще раз. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые и полезные видео. С вами были заметки миллионера. Ты можешь стать богаче.